Кто не смог посмотреть концерт из зала, увидел его на сайте Министерства культуры России. Прямую трансляцию вела государственная телерадиокомпания «Лотос». Все 26 лет ГТРК дает возможность каждому стать ближе к юным талантам. Вы знаете, все эти годы государственная телерадиокомпания «Лотос» была рядом, была и остается. Мы всегда поддерживали этот фестиваль и будем поддерживать, это я вам точно обещаю. Уже 25 лет смотрю этот фестиваль и вижу, как здорово растет профессиональный уровень, какие костюмы становятся. Ну просто невероятное на самом деле ощущение. «Золотой ключик» был и остается единственным в регионе телевизионным фестивалем. Полную версию концерта вы сможете увидеть 22 декабря в 14 часов на канале «Россия-24». Марина Мельникова, Борис Бастенов, Дмитрий Карасев, Вести, Астраханская область. И снова русский север в Астрахани. 4 декабря на сельскохозяйственной ярмарке во дворце спорта «Спартак» будет представлена яркая палитра северных гостинцев. Грибы и ягоды из экологически чистых лесов Архангельской области. Благодаря своему богатому составу грибы способствуют укреплению иммунной системы, а еще благоприятно сказываются на умственной деятельности. Кроме того, грибы – низкокалорийный продукт, который быстро насыщает организм и утоляет голод. Секреты вкуса этих деликатесов в их рецептуре. Например, чтобы сохранить целебные свойства лесных ягод, богатых витамином С, их заготавливают по технологии сухой заморозки. Варенье варят без загустителей и консервантов. Выставка-ярмарка продлится до 8 декабря включительно. Что ж, таким для астраханцев запомнится сегодняшний день. Спасибо, что были с нами. Далее на телеканале «Россия» продолжение многосерийного фильма «Тайны следствия». Хорошего просмотра и до завтра. Спонсор прогноза погоды – Аккумулятор-центр. Аккумулятор-центр поздравляет всех с наступающим Новым годом и продлевает акцию «Много старых, один новый». Скидка на аккумуляторы до 100%. Подбор и обслуживание. Славянская 1Б и Моздокская 23. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова